5600 человек опрошено, из них только 47 человек, которые выступают за тот законопроект, который внесло правительство. Вот вам, пожалуйста, сравните, сопоставим. Но это же мы должны с вами знать, это мы должны с вами, так сказать, говорить об этом, что большая часть населения, вот, пожалуйста, и мы продолжаем этот опрос вести. И на 28 число мы проводим, участвуем во всероссийской акции протеста. Мы хотим, чтобы не было издевательского права права властейских мужчин, которых реформа фактически обрекает на то, чтобы они умирали, не дожив до пенсионного возраста. Народ имеет законное право на выражение своего мнения и протеста против регулирования интересов абсолютного большинства и антисоциальной политики власти. Поэтому мы, дети войны, поддерживаем всероссийскую акцию протеста, которая будет проходить 29 июля. Где доказательство, что нам надо обязательно повысить пенсионный уровень? Реформа нужна? Ее можно провести, может быть, и без повышения пенсионного уровня? Или нужно растянуть эти сроки, дождавшись результатов аналитических данных? То, что сейчас мероприятие проходит в Думе, я думаю, что это начало большого социального диалога власти с общественностью. Сегодня ваши дети, ваши внуки столкнутся в школе с другой проблемой – бабушки и внуки. И таким образом цифровое общество, которое предполагается у нас будет развиваться семивельными шагами, смогут вписаться в 63-летние бабушки. И хотели бы, вот перейдите домой и спросите, хотели бы ваши дети и внуки, чтобы у них были такие возрастные педагоги? Они будут держаться за свою работу и они будут вынуждены психологически угнетенно работать, потому что понимают, что нужно дотащиться до этих 63-х лет, а право было раньше выйти на пенсионный возраст после того, как 25 лет работы уже исполнилось. Поэтому эта гуманистическая составляющая должна быть учтена. Пенсионная реформа на структуру семей у соседей не повлияет. Когда в семье по 6-7 детей, женщины в семьях, особенно в сельских районах, они занимаются воспитанием своих детей. На стратегическую перспективу пенсионная реформа в данном виде, когда бабушки и дедушки у русского населения будут работать, а не воспитывать внука, а вы знаете, что такое в селе и в селе район. Бабушка-дедушка выходит на пенсию и сбрасывают ему молодежь или на заработок и уехала за пределы Ставропольского края куда-нибудь. Или если и живет, бабушка еще со своей пенсией, еще молодежь там работает и выживает. За счет этого хоть как-то держится. И вот здесь я считаю очень важно, что сказал Александр Сергеевич, что при федеральном договоре разрешение полномочий, почему именно заставляет Ставропольский край принимать решение, если это полномочия федерального правительства и любой регион. Вот здесь сегодня сидят люди, которые отображают, я уверен в этом, и опрос это покажет, как Виктор Иванович говорит, 95% настроения и мнения жителей Ставропольского края. Значит, те люди, которые соберутся здесь на плановое осознание Думы, они Ставропольский край не представляют в этом отношении. В мире нет ни одной пенсионной системы, в которой бы не было дефицита средств. Все пенсионные системы имеют дефицит средств. Все. И государство активно участвует в погашении вот этого дефицита. В нашей стране есть средства, за счет которых этот дефицит можно погасить. И мы, вы знаете, вот в заключении хочу обратить ваше внимание, я уже говорила о конституции, на преамбулу нашей конституции. Что мы все имеем право на те природные богатства, которые существуют на той земле, где мы с вами живем. Продолжение следует...